Друзья, помните, как-то давно я вам рассказывал сказки на ночь? На самом деле это были не сказки, это были реальные истории из моей жизни. И сегодня я расскажу вам новую историю, и также в этом влоге вы увидите тренировку, моим максимумом подтягиваний перед соревнованиями, потому что 1 июня у меня соревнования, и я хочу их выиграть, определенно хочу выиграть. Посмотрим, выиграю или нет, потому что еще Данек поедет, Данек тоже жесткий, но будет жесткая конкуренция, поэтому увидите, какой у меня максимум сейчас подтягиваний, увидите также, как делать растяжку, чтобы мышцы, короче, перед тренировкой были разогреты. Поехали! Как-то очень-очень давно, когда мне было лет 12, мой отец постоянно ловил рыбу. К сожалению, сейчас моего отца нет в живых уже, но тогда он каждый день ходил вот именно на эту реку. Эта река называется Нарова. Нарова, потому что от слова Нарва, это мой город, она пересекает Россию и Эстонию, то есть на другой стороне реки находится Россия. Каждый день он ловил рыбу, это было летом, я приезжал на велике, смотрел, как он ловит рыбу, мне это нравилось, и в один из дней я также поехал на реку смотреть, как отец ловит рыбу. Я ехал на велике, который называется Аист. Я уверен, многие люди, которые старше 25 лет, они 100% знают, что это за велосипед. Для тех, кто не знает, я могу сказать, что там нет тормозов на руле, там тормоз работает так, что педаль вы просто в обратную сторону нажимаете, и этим самым велосипед затормаживается. Ехал я по этой длинной горе, она наклонная, ведет вниз к реке, и я думал, что у меня слетела цепь. Почему? Потому что у меня отказали тормоза. Мне было где-то 12 лет. Я ехал и не знал, что делать, потому что скорость была просто бешеная. Я начал тормозить ногами, но это абсолютно не помогало. В конце этой дороги был обрыв, дальше была река. Перед этим небольшим обрывом был такой плинтус, можно сказать, поребрик, в который я на большой скорости уперся ногами, чтобы не улететь в реку. Я на самом деле тут очень-очень давно не был, много-много лет. Вот здесь вместо вот этих разломов была такая платформа прямая. И вот здесь был поребрик, о котором вы узнаете, либо я уже сказал. То есть получается, вот здесь поребрик был, а нет, он был немножко дальше, вот там. То есть вот здесь был поребрик, и дальше как бы обрыв такой, и идет как бы путь в саму реку. Так как скорость была большая, мне это абсолютно не помогло. И я на глазах у отца влетел ногами в этот поребрик и улетел в реку. Вот на этом месте стоял такой длинный-длинный столб. Я не знаю, сейчас его спилили или что. Видите, тут какие-то вон отпилы идут. Но тут был столб. То есть все как-то с возрастом разбилось, стало вот такое. Улетел в реку я вместе со своим велосипедом. Но это не самое страшное. Когда меня отец достал из этой реки, у меня было растяжение на ноге и также, скорее всего, трещина. Нога моя распухла до таких размеров, что это был песец. Я не мог идти. Меня батя повез на велосипеде. Там сзади был такой багажник, знаете, раньше на великах были, может и сейчас есть. Повез на велосипеде меня на этом багажнике домой. Целый месяц я ходил на костылях. Конечно же, я обратился к врачу. Врач сказал, что очень сильное растяжение и есть небольшая трещина. Вот что может произойти тупо из-за того, что у тебя отказали тормоза. Представьте, если тормоза откажут на машине на большой скорости. Что вы будете делать? Вот на этом месте, кстати, не такой хороший улов был, как на том. Видите, вон то место. Такой отрезочек небольшой. Вот там улов хороший был. Там платву ловили и много всякой другой рыбы. Я уже даже забыл название ее. Очень давно это было. Я был рыбаком. Ну что, друзья, теперь едем на тренировочку. Взял с собой весы, в портфеле лежат. Взвешу, сколько весят колеса вообще. У нас там колеса от машины есть, типа дополнительный вес. Посмотрим, сколько они весят и будем подтягиваться. Посмотрим, сколько я подтянусь. Правда, я еще не выздоровел до конца, блин, болею. Прохладненько сегодня, 12 градусов, солнца нет. Как бы вообще не слечь, блин, перед царевыми. Андрюх, что грустишь? Я хочу взвесить колеса. Весы с собой взял. Интересно, сколько они весят. Тут просто были еще диски от колес. Их, походу, бомжи сперли. Они железные. И остались только вот такие. Тормозные диски. Сейчас посмотрим, сколько они весят. 14,8. 6,2. 20 килограмм. Нормально. Это 6,2, а 4. Ну и плюс еще этот пояс будет железный, поэтому нормально. Друзья, сейчас попробуем подтянуться с 21 килограммом. Интересно, сколько я сделаю. Надеюсь, больше 18. Если больше 18 сделаю хороших, то значит затачим царевые. Нет. До свидания. 18 есть, но этого маловато. Пишите комментарии и ставьте лайки, чтобы он все смог. Не, 18 пока что, но у меня еще полмесяца есть. Сейчас Андрюха тоже попробует сделать подтягивание, он уже тренировался. А сейчас посмотрим, сколько он с таким весом сделает. Восемь, да, получилось? Девять. Ну, девяток ты считал, вот этот последний? А это был девяток. Нет, я девять сделал. Сколько, братан? Он сделал девять. Девять? Ну ладно тогда. Ну, на последнем он не особо дотянулся. Раз, братан, сказал, значит, ты девять сделал. Десять только. Десять, да, брат? Дорог, дорог. Ооо, братишки говорят десять, давайте десять зачитаем. Давай двадцать. Давай двадцать. Подписывайтесь, працаны. Працаны. Ну, вообще, сегодня у меня три подхода с дополнительным весом, с большим, и типа три подхода со своим весом. Так мы увеличиваем подтягивание. Да, малый? Да. Красавчики. От подтягиваний забиваются в основном очень сильно предплечья. Я не знаю, они у меня развиты просто хорошо, и поэтому они большую нагрузку у меня берут в подтягиваниях. И очень жестко забиваются. Даже бицепсы так не забиваются. А у тебя, Андрюха, что забиваются? Ноги. Ноги? Это угарно. Друзья, вообще, я увеличиваю подтягивания по одной очень крутой программе тренировок, которую я сам себе составил. Я очень много подтягиваюсь, как вы знаете, очень много лет. Я испробовал кучу-кучу вариантов этих программ, тренировок, и я знаю, какая программа лучше всего работает. Это та программа, по которой я сейчас занимаюсь, по которой я готовлюсь к каждым соревнованиям. Сейчас вот к чемпионату Эстонии по ней готовлюсь. Поэтому, друзья, если вы не умеете подтягиваться вообще, если вы продвинутый уже уровень, то переходите на сайт archomorys.com. Эта программа именно там сейчас. Поэтому покупайте, она дешево очень стоит. И начинаем прогрессировать вместе. Погнали! Всем привет! Мы гопники! Иркутская. Друзья, это Настя. Вы ее просили, мы ее пригнали. Ты знаешь, как фуры, короче, мы ее пригнали. Друзья, здравствуйте, это Настя. 49 килограммов счастья. И сегодня она будет показывать, как делать растя... И сегодня я покажу вам, как растягиваться. Погнали! Вот это дичь, ребята! Вот это дичь! А тебе не больно ничего? Нет. А чешу есть? У меня максимум... Да вот! Все! У меня дальше ноги не гнутся. Да ну нафиг! Ешкин кот! Вот это гибкость! Вот это гибкость! Не то, что у нас у качков. Друзья, растяжка чего? Сейчас что мы растягиваем? Вверх. Ядрить колотить? Нифига себе там! Офигеть! Давай я попробую. Почти! Это мы плечи, да, тянем? Да. Плечи тянем. А, тут еще вот это широчайше растягивается хорошо. А мне кажется, смотри. Если с наклоном делать, вот так вообще огонь, да? Ты мне снимаешь потолок. В красоте! Это для сколиозников. Растяжка для сколиозников. Поясничный сколиоз. Делай что так. Если у вас есть шведская стенка, вы можете делать так. Попробуйте достать носом до голени. Лучше подбородком. Лучше подбородком. А если у вас нет подбородком, то достаньте носом. Вторым подбородком. Крусово. Нормально, кстати. Это хорошая тема, я знаю, для шпагата, да? Да. Ладно, давай, подержи-ка. Не, на самом деле нормальная тема. Надо постоянно делать, чтобы мышцы были эластичные. У меня они вообще деревяшки. И надо носочки, да, так на себя? Ну... Эль, не надо, не обязательно? Не обязательно. Просто эффект сильнее. Ё-моё, ё-моё. Ставьте лайк. Убиваем маленькую девочку. Тебе не больно будет? Мне кажется, у тебя... Мне кажется, у тебя кости сломаются. Нет? Давай чуть-чуть нажму. Больно? Нет. А так? Да? О, смотри. О, она меня растянула! Ты снимаешь, правда, не то ниже немножко. Вовите. А без её помощи бы я не справился. Всё справился. Поясница, ребят, поясница. Ёшкин, ты прям легла, да? Ё-моё. Офигеть можно. Жесть. Не, ну вот это максимум. Чтобы не лечь, это надо прям в три погибели согнуться. О, да не, лечь очень сложно на самом деле, особенно с прямой спиной. Короче, если вы сделаете такой трюк, то вы ультрагибкий. Присылайте мне стаграм. Да. Блин, ну это жёстко. Это жёстко. Не, ну вот так, скорее всего, я сделаю. Давай я так попробую сделать. Первое, конечно, я не смогу сделать, но второе сделаю. Чёрт. Где там рука? Дайте мне руку мою. Вот она. Сделал, всё? Блин, я не могу. Давай с другой руки. С другой руки. Как мне... А, вот так, наоборот, надо, да? О, пошла жара. Ставьте лайки. Всё, я сделал. Кто может сделать, пишите, что я могу сделать. Ну, вы можете сделать. А вот так фиклы сделаете. Так это... Чё должно выворачиваться, чтобы так сделать кисти? Мне кажется, кисти, да? И плечи тоже они там. Это пипец просто. Чико, а просто делаю? Да ладно. Ну, подожди, где баланс? Где мой баланс? Давай, теперь просто... У меня эти мышцы... Теперь руки на пол и поднимаешь ногу. Я себя чувствую бревном каким-то, а полено. Жёстко вообще. Давай. Посмотри, это нормально. Сейчас посмотри, жестко. Давай. Нормально. Ну, у тебя-то вообще отлично. У меня просто наполовину вот так. Это жестко. Вы так сможете? Пишите. Едем, батон. А есть еще больше, кто тянется? Люди такие существуют вообще? Конечно, есть. У нас такие. Капец. Уф, чё сейчас будет? Жёстко. Да нет, тут такие тросы просто, что это жесть. Их не растянуть вообще. Это надо, чтобы ты мне ногу взял вот так. Тогда все получится. Я вам не. Неплохо. Давай вот еще растяжку. Друзья. И снова друзья-гопники здесь. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на Настю. Ссылочки в описании. Ссылочка в описании на меня. Ждите нового видео со мной. Да. Если хотите, чтобы она показала, как делать вообще шпагат, подводящий к нему, то пишите об этом в комментариях. Пока. Ё-моё. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Продолжение следует...